Голова отрезка от сети, так как она, собственно, вот вы, как говорили, то есть с выраженными глинями, с дубым обрезом губы, вот, то есть голова этой собаки более интересна, чем комбината. Кроме того, у собаки есть ряд мелких недостатков, к этим недостаткам относятся, когда чуть-чуть неправильно постановка задних глаз, она тянет их в сторону, вот, и отношение это проявляется, то есть если, поднимите собачьих, пожалуйста, Если собачка стоит, это собака, вот, ну, и собаки отсутствуют, что в общем, ну, не является дисклифицирующим породом, но, тем не менее, повлияло на состояние оценки. Вот, ну, вот эти вот ряд мелких недостатков, значит, нам позволят снизить оценку, и поэтому собака получает оценку очень хорошо. Собака, в первую ориенту, получает оценку очень хорошо. Так, значит, собаки не имеют подалку, поэтому нахождение, к сожалению, нет самой, то есть мы просто поставляем полученные места, значит, ну, и призываем к тому, что с собаками нужно заниматься, с собаками нужно охотиться, вот, будут полевые дипломы, будут медали, будут высокие награды. То есть ждем вас снова время. Спасибо. Погуляю. Спасибо. Пожалуйста, поставьте печати на подписчик. Сидеть. Пожалуйста, поставьте печати на подписчик. Пожалуйста, поставьте печати на подписчик. Ваши внимания представляется, старший выпустой рук по топею. То есть это, собственно, свет, скажем, короды, когда собака приобретает все свои качества и полностью раскрывается. Ну, давайте начнем с этим. Кобелевский коллектив 8 лет. Ну, в общем-то, 8 лет уже, конечно, на Саббата сказалось. То есть, Саббата излишне тяжелая. То есть, он типичный для английского цвета в целом. Вот, если, между нами говорит, если покрасить черный цвет, то есть, у него был бы великолепный шенгарский цвет. Для английского цвета он излишне тяжелая. Излишне, да. Вот, если черный бин, белое ухо, да, то, наверное, именно вот такую собаку нужно было бы взять. Вот эти качества. Плюс у собаки начали обменяться собака 8 лет, начали обменяться жирная формула. То есть, сейчас у собаки пищевый праздник прикус, то есть, возрастные свины. Мы, видимо, вот эти возрастные свинения и повлияли на оценку собаки. Собака, где оценка снижается, собака получает оценку очень хорошую. Не знаю. Эти две собаки получают оценку отличную. Вот, почему эта собака стала второй? Значит, между ими, ими. У собаки есть ряды доставок. Во-первых, значит, первая собака выигрывает основное, вот, именно типа английского сенья. То есть, условная собака в движении, вот, на английском движении, стеллющиеся, ровные, как вот говорят, что давно, что стаканчик поставишь, ты будешь. Вторая собака, она несколько подскакивает. То есть, это несколько нетипичное движение для собаки. За счет чего это происходит? Здесь есть немножечко, немножечко напряжение в трубку. Вот, это напряжение подбрасывается на задние ноги. Раз, второе. Постановка лап, поднимите собачку, пожалуйста. Постановка лап несколько неправильная. Значит, передние лапы разведены в сторону. Вот, задние лапы, она тоже тянет в сторону. И вот эти движения, вот эти мелочи, они сказываются как раз на свободе движения, что не позволяет полностью открыть породные движения. Понимаете? Полностью вот то, чем становится английский сепер. Именно плавность кошачьих движений и так далее. Вот поэтому вторая собака проиграла. Вот за счет вот этих движений первых. Хотя собачка очень неплохая. Вот. Ну, вот мы натягиваем. То есть, вот по большому счету, вот эти вот недостатки, вот у собаки среднее что-то между оценкой отличной и оценкой очковной. Ну, судя по пользе собаки, поэтому собака также получает оценку отличную. Но первая собака, она проиграла. Как я уже сказал, вот первая собака является типичным представителем английского сепера. Вот пройдитесь, пожалуйста, покажите вот зрителям, как ходит английский сепер. То есть, плавность, плавность движения. Видите, собачка идет ровно, она не подбрасывает пух. То есть, вот оно движение английского сепера. Это вот как раз та собака, на которую вот по движению мы должны ориентироваться. Именно так должны ходить английский сепер. У собак, собака тоже большая недостатка. Основной ее недостаток, это собака много кушала, конечно. То есть, чуть-чуть невыставочной кондиции. Собака должна быть немножечко меньше, раз все-таки жировой слой. Собака должна быть легче. Все-таки, понимаете, вот это вот все нужно убирать. Но, в основном, великолепный кобель. Вот, получает оценку отлично. Немножко вот уход собаки. И немножко проблемы с зубами. Потому что зубная формула правильная, но зубы собакам нужно чистить. Понимаете? То есть, у собаки не должно быть вот таких желтых зубов. Понимаете? Зубной камень он легко снимается. Это чайной ложечкой можно снимать. Просто собираемся, сомали и все. Или идете к ветеринару, и ветеринары от этого легко вас избавляют. Обязательно нужно следить. Общий наркоз? Нет, какой вообще наркоз? Это пять минут делов. Какой вообще наркоз? Сейчас дайте чайную ложку, через три минуты вам зубы собака. Какой наркоз? Вы не вздумайте только о собаке. Я пошел не знаю. По ультразвукам, да. По ультразвукам, понимаете? Тем не менее, собака, великолепная собака, значит, получает оценку отлично. Ну, собственно, вот так. Понимаете, мы всегда предъявляем требования более высоких супов. То есть, это продолжатель порог. Понимаете? То есть, если супу мы можем поязать любую, то мы должны, конечно, вязать кобелей лучше. Вот. Поэтому, ну, может быть, требования несколько излишних предъявляем. Но это требования кобеля. Вопросы какие-то у зрителей есть? Все понятно, почему такие оценки? Все. Сейчас... Давайте, ждем награждения. Сейчас... На экспертизу старшие сухие две. А потом и среднюю, и старшую группу. Подраждение. Будем награждать. Да, то есть, все вместе? Так, все. Бринг просится, у старшего поставят... Собак не упоет. Не справлю, что у нас тут чуть-чуть сковано движение задних конечностей. Попадем к самому. Упереды... 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 Вот это вырушает эту высокую движение, или поиск. Поэтому намと��ğu душе дополнительно серьезнее. Н conséquните... Упереды... Вторая с巴 ... Упереду... Здесь то же самое, напругившись, но собак не видит, и вот этим она проиграла первая собака. Вот именно вот эти нюансы, это уже такие достаточно тонкие нюансы, понимаете? Именно вот этим она проиграла первая собака, то есть первая собака теперь более плавная, движение более раслашистая, более слабая. А также сучки, там замечательные присутки, вот они получают присутки. Ну, поэтому вот так и демократно. Регоном посчитает, что наше потомство отлично, там был очкор, все три, вот они. Нет, ну отлично теперь. Хорошо, на обещание подходите. Пойдем. Третье место в ринге, с дипломом 80 баллов, награждается большой серебряной медалью. Очень большой. Да. Существует большой. Поздравляю. О, как так красивая. Красивая, да. Поздравляю. Там много минут. Так. Держи. Так. Английский сетер Майкл. Занял второе место в ринге. При общих палах 93 награждается малой золотой медалью. И, наконец, английский сетер Майкл с общим баллом 105 занял первое место в ринге. Ему присуждается малая золотая медаль и приз за первое место в ринге. Поздравляю. Поздравляю. Противируется, Geldo. Затем н Bapt. Листец. Дальше. Абоник Дениза Занял второе место в ринге. Получила за абоницировку 95 баллов, награждается малой золотой медалью. Поздравляю! Спасибо! Английский сетер Делли Ван Дельт вторая. Награждается малой золотой медалью. Заняла первое место в ринге. Покибалл 103. Первое место в первом классе. Первое место в первом классе. И приз за первое место в первом классе. Кобелю, занявшего первое место в первом классе. Кобелю, занявшего первое место в первом классе. Вот теперь награда на приз. Это за первое место в ринге. Первое место в ринге кому? Кобелю. Кобелю. Суки, суки, суки. А это? А это за первое место в классе. А пакет кому? Пакет. И суть первое место в первом классе. Спасибо. Один из первого класса. Молодцы. Спасибо. Потому что там есть несколько уровней награждения. Благодарим участникам. Спасибо. От имени секции английских сатеров. И пантеров. И пантеров. Хочу выразить благодарность экспортной комиссии за вашу прекрасную работу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ринговой бригаде. Потому что эксперт один в ринге. Обещаю справиться на следующем выставке. Ждем вас на следующий год.